Стоит запастись терпением и пассажирам общественного транспорта, хотя, перекрывая городские магистрали, в Тюмени стараются им как можно меньше причинять неудобства. Да, правда, некоторые все-таки найдут повод для жалоб. Например, по их мнению, автобусы долго стоят на остановках и медленно едут, хотя дорога может быть свободна. Анна Княжева проверила, так ли это. Полосы А в Тюмени появились два года назад, и тюменцы уже привыкли к тому, что добраться в нужную точку на общественном транспорте можно быстрее, чем на личном. Однако претензии к перевозчикам у пассажиров остались. Ну, бывает на остановках подолгу стоят, особенно женщины пожилого возраста, возмущаются, опаздывают, видимо, куда-то. Бывает и по три, по четыре минуты, он уже пассажиры зашли, кому надо вышли, автобус все еще стоит. Бывает такое, что прям как будто бы, не знаю, намеренно все светофоры собирают, но это, мне кажется, зависит от того, в каком состоянии человек. Кто-то торопится, всегда опаздывает. Скорее всего, это уже у них как сетевой график, они просто удерживают график движения, только из-за этого я считаю. Мы сели на первый попавшийся автобус, чтобы выяснить, сколько времени потребуется на поездку и как долго водитель будет стоять на остановках. Итак, мы проехали на общественном транспорте пять остановок от центра до ДК строителей. Надо сказать, что нам, видимо, повезло с водителем, потому что дорога заняла всего 16 минут, и, в принципе, на остановках мы стояли недолго, не больше одной минуты. Но так бывает не всегда. Тюменцы постоянно звонят на горячую линию в Тюмень-Гуртранс и жалуются, в том числе и на слишком медленных водителей. Однако в ведомстве ответ однозначный. Все автобусы соблюдают график, который составляется с расчетом на самые худшие дорожные условия. И двигаться в этом темпе они обязаны, даже если улицы свободны. Расписание движения составляется отдельно на будние дни, в субботу и отдельно на воскресенье. Нормирование скоростей движения проводится нами постоянно, и изменение этих норм, оно тоже постоянно. Естественно, и изменение транспортной ситуации, оно происходит достаточно быстро, а иногда и за один день может измениться ситуация. В этом году изменили график движения у 14 маршрутов из 130. Общественный транспорт по ним стал ездить быстрее. С понедельника ускорятся автобусы номер 51, следующие на очереди 14 и 17. Анна Княжева, Александр Вележанин, Тюменское время.